Тема выборов у нас актуальна. Ни одного выступления не проходит, чтобы не каснулись выборов. Соответственно, мы должны заявить о своей программе, о своем отношении к избирательной системе и отношении к представительству. Мы известны, что кто избирает, кто назначает власть, тот этой власти и диктует свою историю. То есть власть защищает интересы того, кто ее назначил и того, кто ее избрал. Давайте проанализируем, что у нас сегодня с действующей властью. Даже если следовать Ельцинской конституции, которую мы никак не поддерживаем, в этой конституции существует несколько ветвей власти. Давайте посмотрим, судебная власть. Народная она или нет? Чей интерес она представляет? Статья 128 Конституции прямо говорит, что суды избирают президента. Исполнительная власть. Исполнительная власть формирует председатель правительства. А кто избирает председателя правительства? Ельцинская конституция в статье 111 говорит, что председателя правительства назначает президента. У нас остается еще одна ветвей власти. Может быть она у нас народная, может быть она действительно будет представлять интерес всего народа. Федеральное собрание состоит из двух палат. Совет Федерации, который формируется, прошли изменения, половину Совета Федерации формируется из регионов, из представительных органов власти, а половину из исполнительных и представительных органов власти. Сейчас, правда, прошли изменения. Видимо, действующая власть все-таки боится, что может быть половина Совета Федерации вот так все объединятся и как-то выступит против действующей власти. И за счет сокращения региона вроде бы там ввели 10% в 17 депутатов Совета Федерации, которые напрямую назначаются президентом. То есть даже если рассмотреть идеальный расклад, чтобы все из представительных органов власти объединяться, то все равно будет 10%, которые не дадут им провести ни одно свое решение, если оно будет не угодно президенту. Но остается Дума. Ну вот, казалось бы, самый должен быть такой народный орган власти. Куда уж будут еще народные. Ну, мы с вами знаем, у нас, во-первых, изменения проходят там постоянно. Что не выборы, что не созыв Думы, там каждые два созыва, законодательство меняется. В очередной раз, вот недавно опять изменилось законодательство, и не удивлюсь, если президент там как фокусник там новое изменение ведет, может даже вести монархию себе, она значит монарховая Дума дружно проголосует за самороспись. То есть это не исключено. Вот действующая Дума сейчас полностью на 100% сформирована по партийным спискам. Полностью. Все 450 депутатов, все сформированы по партийным спискам. То есть это всего несколько партий, действующие партии власти, несколько таких партий сателлитов, ну, извиняюсь, на мой взгляд, проституток. Я просто периодически смотрю инициативы, с которыми выступают парламентские партии, просто вот так ради интереса. Например, партия ЛДПР очень активно борется за отмену вот этих вот платежей на капитальный ремонт. Выбор, голосование было открытое. Просто ради интереса открыл интернет и посмотрел. Единая Россия и ЛДПР в полном составе голосовали за принятие этого закона. И он прошел там, с небольшим перевесом. Вот они активно сейчас выступают, борются. Поэтому, ну, в общем, как бы говорить о какой-то оппозиционности, ну, здесь не приходится. Вот, но у нас прошли изменения, вроде бы сейчас у нас представительная должна быть Дума, то есть 50% у нас от партии, а 50% у нас депутатов такие мажоритарные, которых избирают по индивидуальным спискам. Вот, это первое изменение. Второе изменение, ну, раньше партии невозможно было создать, да, сейчас у нас спокойно 500 членов партии давали заявление, создавали. Вот, посмотрел, специально открыл, посмотрел, на 16-й год сейчас зарегистрировано 77 или 78 партий уже зарегистрировано, и 28 партий ожидают регистрации. Ну, тяжело, конечно, анализ такой вот кучи, вот, вообще непонятных, там, у некоторых по полустраничке программа. Ну, вот, ради интереса партии какие-то, либо зарегистрированные, либо они уже... Это все с сайта Минюста официально, это не с интернет-страничек, это вот официальный сайт Минюста. Значит, есть партия автолюбителей, есть партия курильщиков, есть партия, если я правильно произнесу, мета галактического гражданской конфедерации, значит, партия ученых, миллиардная партия, ну, в общем, весь состав. Вот, вы представляете, как нормальные партии пробиться через вот больше сотни вот этих вот фриков, да, которые, в принципе, вот, задачи, мне кажется, вот именно такие регистрируют, чтобы просто никто, никто остальной не пробился, да. Потом вот обратите внимание, тоже посмотрел цифры, за них отвечаю, вот на сегодня членов партии, вот действующих партий, меньше трех миллионов. То есть, вот такие крупные партии, там, как КПРФ, справедливая Россия, там, где-то 158 тысяч в этой партии, там, 2,5 миллиона в единой России. Причем, надо понимать, что это люди, там, селухлон, там, мертвые души, но даже, вот, если рассмотреть, что все активные партийцы, а 111 миллионов у нас граждан, обладающих активным избирательным голосом, это 2,5 процента чуть больше. Вот, 2,5 процента принимают решение за все население, как будет жить страна. Это, опять же, это при условии, что эти партии независимые. Ты знаешь, что они независимые, да. Давайте посмотрим, насколько они независимые. Очень важный вопрос финансирования, да. То есть, мы с вами понимаем, что, ну, к сожалению, деньги сейчас вот в нашем мире решают очень многое. Если не все, то очень многое. Финансирование партий, ну, посмотрел, полтора миллиарда выделяется каждой партии, вы имеете в виду тех, которые прошли в Думу, вот эти вот полтора миллиарда. Но это, на самом деле, не все. Когда проходит избирательная кампания, то в соответствии с федеральным законодательством партии предоставляется бесплатный эфир на федеральных каналах «Прайм Тайм». Значит, стоимость ролика, рекламного ролика по федеральным каналам «Прайм Тайм» 30 секунд стоит 1,2 миллиона рублей. Это лето 2015 года. Значит, в июне 2015 года все партии, кто там участвовал, «Единая Россия», «КПРФ», «Россия» примерно 2 часа. Примерно 2 часа ролика в месяц раскручивали их партию. Значит, ну, несложно здесь посчитать. Сумма получается больше 8,5 миллиардов рублей в месяц на каждую партию. Вот попробуйте с ними состязаться. Вот зарегистрировали все равно. Ну и различные там барьеры муниципальные, так называемые технологии паровоза, когда какую-то известную личность там ставят в уголе списка, потом она выходит, и на ее место там какой-то криминалитет оказывается в Думе. Ну, в общем, на мой взгляд, все очевидно. То есть даже действующее законодательство, казалось бы, из трех ветвей власти, одна ветвь и на одну часть может представлять народ, и этого представительства сегодня нет. Но мы с вами должны сформировать такую систему, мы должны с вами предложить формирование такой системы, которая бы представляла народ, в которой было бы, существовало бы народное представительство. Значит, первое, что, на мой взгляд, для меня очевидно, надеюсь, для вас тоже, что требуется депортизация избирателей системы. То есть партии не должны представлять. Мы должны голосовать за каждого кандидата индивидуально. Мы должны приходить и видеть бюллетени Иванов, Петров, Сидоров, о неназвании партии, не понимая, кто потом по этим спискам будет в эту партию ходить, будет подчиняться функционерам и будет подчиняться тем, кто эту партию финансирует. То есть мы должны избирать лично. Нормально вот избирать, то есть настоящее доверие возможно только в том случае, если вы непосредственно знакомы или каким-то образом у вас есть непосредственная информация о том кандидате, за которого вы голосуете. Соответственно, наше предложение такое, чтобы система выборов была многоступенчатая. Начитая от местных выборов, когда мы выбираем, как говорится, в шаговой доступности кандидатов, которых мы знаем по их делам, далее потом эти кандидаты, пройдя вот этап местных органов власти, выдвигаются в следующие органы власти. Мы знаем их предысторию, мы знаем, что они сделали за это время. То есть никакие выскочки быстро не смогут пройти в Государственную Думу, в другие органы власти. Кроме этого, необходимо вводить цензы. То есть необходимо ограничивать участие в выборах каким-то соответствующим критерием. То есть биография. Биография однозначно должна быть прозрачна для всех. Сменяемость. То есть депутат – это не профессия, это призвание человека, как родине послужил, он не должен за это место держаться. Я не буду, наверное, всех вопросов здесь касаться. Мне, например, еще нравится, лично я сторонник идеи, разделение, введение такого института как гражданства и подданства. То есть все-таки, наверное, только достоинные люди должны быть наделены правом избирать. Но при этом, кто достоин, в общем-то, человек сам может, если он готов на себя принять обязательства и служить в стране, то он будет гражданином, он будет участвовать в выборах. То есть мы не предлагаем кого-то ограничивать каким-то там, может быть, личным, каким-то еще критериям. Но это гражданство, оно и требует ответственности. И повышенная ответственность за совершенные преступления, там, службу в армии, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек знает, если человеку ничего этого не надо, он хочет сытно, спокойно жить, он не хочет служить в своей стране, все у него будет хорошо, все у него будет хорошо. Но не надо, вот, лезть в формирование политики страны, формирование политики государства. За тебя все сделают, и ты будешь счастлив, все у тебя будет хорошо. Но таких моментов об этом может быть много, можно говорить о администрации, можно говорить еще, ну, предложений масса. Просто времени на это не хватает, выходит уже вот за мир. Также интересная тема, как проводить закон о творчестве. Поэтому, наверное, я вот на этом остановлюсь и подытожу, наверное, вот таким тезисом, что сегодня многим кажется, что мы выбираем между демократией и диктатурой. Вот, на самом деле, мы выбираем между либеральной диктатурой и народной диктатурой, и национальной диктатурой. Вот, надо четко это понимать. Только первая диктатура, либеральная, она ведет к краху страны, а национальная диктатура ведет к возрождению страны и формированию народного представительства. Спасибо.